Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тинфам, и с вами Лена. Ну что, у вас уже появилось новогоднее настроение? У меня, во всяком случае, точно оно появилось, потому что куда бы мои глаза не пали, у меня везде какие-то новогодние декорации, игрушки, и мне хотелось бы с вами как раз поделиться, как я делала, может, какие-то идеи сможете подчеркнуть и вы. Так что приглашаю посмотреть на всевозможные элементы, и вы знаете, что каждый год моя свекровь мне посылает Штоллен, в этом году тоже мы его получили, она порадовала всякой вкуснятиной. Его я тоже сейчас где-то здесь вам вставлю, чтобы показать, насколько он красивый. Кто еще не в курсе вообще, что это такое, то это рождественский пирог немецкий, который обычно готовится за месяц, а то и полтора до Рождества, и он должен настаиваться. Чем дольше он стоит, тем он вкуснее. Так что мы сегодня уже за завтраком его поели, а так как он просто огромнейший, его можно очень долго есть. Также я оговорюсь, что в прошлом году я создала тоже несколько рождественко-новогодних видео, оставлю ссылки на них. Приглашаю вас к просмотру. Пару деталей также я добавила к моему косметическому столику. Буквально еловую вот такую вот шишечку, самую ель, и у меня вот такая вот шапка Деда Мороза красная, и все. То есть у меня вот такое вот зеркало, буквально пару деталей. Очень высокая вот такая вот ветка. Вот, и вторая ветка, вот она здесь. Она покрашена серебряный цвет, то есть с местами, где все-таки еще проявляется сам материал дерева. И вот так вот она сама выглядит. То есть такая вот у нас получилась композиция. А здесь я устроила, в общем-то, вечеринку снеговиков. Видите, у меня один он из материала сделан, другой из дерева, и еще поменьше тоже из дерева. Здесь у меня композиция из новогодних шариков, причем не обязательно какие-нибудь дорогие. Это самые обыкновенные, просто у меня один блестящий, один матовый. Цветочки здесь, ну и звездочка. Так вот у меня это все стоит на полу. То есть вот, вместе с веткой. Сейчас я отодрилась, чтобы вы увидели. То есть, как видите, в общем-то, на самом деле, я даже для этого ничего не покупала. Снеговики мне были все подарены свекровью когда-то. Ну, цветы я покупаю дома всегда, или мой муж. И сами шарики. Если помните, я показывала вам мой интерьер, вот этот вот подсвечник, который я сейчас просто с шариками делала по-новогоднему. На самом деле, это тоже декор, который я составила сама. Веер, который я покрасила в серебряный цвет, мои цветы. И я добавила, видите, вот эти голубки, это у нас еще остались со свадьбы. И вот эти вот новогодние игрушки, я их показывала в прошлом году. Я просто их добавила в свою композицию, которая и так была сделана мне для декора. Здесь у меня такие пахучие палочки. В общем-то, на подносе серии прям вот так вот смотрится это по-новогоднему. Видите, у меня у стены вот стоит вот такая вот большая ваза, и в ней ветки. А также у меня здесь вот так вот веточка магнолии. И чтобы добавить просто какие-то новогодние акценты, всего лишь я повесила два новогодних шарика, и все. И уже у вас сразу появляется такое новогоднее настроение. Ветки сами покрашены тоже у меня в золотой и серебряный цвет, поэтому имеет какую-то вот такую праздничную нотку. Мы добрались до декорации стола. И я смастерила такую вот композицию. Я показывала вам в прошлом году, так что кому интересно, можете пройти по ссылке и посмотреть. Я там объясняла, как я обычно их делаю. И как видите, у меня четыре свечи, потому что вы знаете, что в Германии четыре адвента, это четыре воскресенья до самого Рождества. Сегодня у нас второй адвент, поэтому у меня две свечки сегодня горели. И будут гореть еще вечером. А в самой композиции у меня, видите, вот такое вот сердечко деревянное, корица, орешки. И что у меня еще, звездочка вот эта вот, я покрасила в серебряный цвет сама. Ну и, конечно же, цены новогодние игрушки, которые у меня уже имелись. Видите, у меня очень много сердец, потому что, на мой взгляд, это символ любви. И у меня вот такое вот синенькое сердечко, и вот такое поменьше беленькое, серебряное. Вот так вот это все выглядит. Я все-таки люблю, когда останавливаются на двух или трех цветах максимум, поэтому у меня белый-серебряный. И как цветовой акцент такой темно-синий. Не люблю, когда очень-очень много цветов. Так вот все это выглядит. Я надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было вам полезно. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я надеюсь, все-таки, что вы смогли подчеркнуть какие-то идеи, что вы сейчас примете сразу же за украшения, всякие декорации и добавить уют в ваш дом. А я вам говорю, до новых встреч в новых видео. Всем пока!